Сверхскоростные звезды – удивительные создания, одиночки, сбравшие путь изгнания, вдалеке от основных космических трасс и орбит, летящие в темном галах галактик наперекор общему движению материи – просто куда-то в пространство. Отдельные особи получают настолько высокие скорости, что даже могут преодолеть притяжение своей галактики и уйти в межгалактическое пространство в полное уединение и безнадежность. Их движение давно привлекает астрономов самых разных специальностей, поскольку потенциально позволяет уточнить самые разные аспекты жизни галактического окружения, его эволюцию и попробовать схватить темную материю за ее жиденькую и все время ускользающую из их скрюченных и цепких пальцев черную бороденку. Считается, что есть три причины для того, чтобы звезды могли быть выброшены с насиженных мест с большими скоростями и отправились путешествовать в галах галактики. Первое – сближение со сверхмассивной черной дырой в центре галактики, с последующим исключительно сильным разгоном в произвольном направлении, звезда вылетает просто как из пращи. Второе – взрыв сверхновой, без комментариев, тут все понятно. Третье – результат динамических взаимодействий в плотном скоплении звезд. В принципе, объединив усилия группы массивных гигантов можно заставить скромную звезду F или G-класса побежать с очень даже приличной скоростью. И вот команда ученых под руководством Питера Нимета из Университета Фридриха Александра занималась изучением сверхскоростной звезды SDSS J12-1150.27 плюс 14-37-16.2 18-й звездной величины на расстоянии 5,5 килопарсек неожиданно поняла, что эта звезда двойная, состоит из горячего карлика с температурой поверхности в 30 600 К и холодного компаньона температурой 4800 К на узкой орбите всего в несколько астрономических единиц. Анализ спектра вместе с упорными вычислениями показали, что по всей видимости J12-11 родилась как звезда населения Галла или сконденсировалась из быстродвижущегося облака мусора, которое образовалось в результате разрушения какой-то галактики Карлика Млечным путем в незапамятные времена. Именно это может объяснять такую высокую собственную скорость звезды целых 237 километров в секунду. Что же это получается, спрошу я вас, дорогие мои? А получается то, что теперь ее можно использовать как самый настоящий гастроэндоскопический зонд человечества, запущенный в самую середину темной материи, мягким конвертом облегающий нашу галактику, с целью выяснить, как же она все-таки работает в масштабах Млечного Пути и почему без нее никуда. Мощью разума стянуты туго, мы, человечество, сильные плечи, воплощая мечты столетий, галактики щупаем брюхо, мрак пронзая сверхскоростными, темной материи примем парад, шеренгами сильных спектральных линий J-12-11-50. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok